Здравствуйте! Вы в психологическом ателье. Сегодня новости для тех, кто слишком страдает от самокритики и мучает себя самоедством. Один секрет и один рецепт. Начинаем с практики. Пожалуйста, представьте себе последний случай, когда вы критиковали себя сильно, долго и мучительно. Подумайте об этом. И заметьте, что происходит, когда вы себя критикуете. Как правило, вы слышите, даже если вы этого не осознаете, свой внутренний голос, который вас обижает, который вас ругает, который вас критикует. Трудно остановиться, настроение ухудшается, уходит уверенность в себе, появляются картины провала и неудач. И все это сопровождается постоянными внутренними комментариями. Итак, мой секрет. Я хочу, чтобы вы знали, что уверенные в себе люди отличаются от неуверенных людей именно тем, что их внутренний голос, их друг, уверенный в себе человек никогда не слышит внутри себя заезженную пластинку унижений, оскорблений и обид. И поэтому первое, что вы должны сделать, если вы хотите избавиться от самоедства, это получить такой внутренний голос, который будет вашим другом. Как это сделать, скажете вы? И вот мой рецепт. Прямо сейчас снова вернитесь к этому переживанию самоедства и самокритики, когда вы мучили себя. Заметили? Внутренний голос, который, кстати, появляется у человека не сразу, мы не рождаемся с ним, а где-то к трём годам. Сейчас, наверное, где-то расположен. Может быть, вы слышите его отсюда, может быть, он где-то здесь. Где бы он ни находился, прикоснитесь к нему с любовью. Молодцы. И теперь представьте себе, что вы — настройщик. Вы можете настроить любой музыкальный инструмент. И даже если вы не можете настроить любой музыкальный инструмент, то вы можете настроить свой собственный внутренний голос. И поэтому прямо сейчас вообразите себе, что вы регулируете его громкость и делаете его, может быть, тише, может быть, даже настолько тише, чтобы вы различали, и в то же время вы бы могли сосредоточиться на том, что вы делаете. Когда вы отрегулируете громкость, отрегулируйте ещё и тембр. И отрегулируйте, пожалуйста, интонации. Чтобы тёплый тембр сочетался, например, с мягкой, дружеской, юмористической, может быть, интонацией. Так или иначе, пожалуйста, три характеристики — громкость, тембр голоса и интонации — отрегулируйте прямо сейчас, совершенно не думая о том, что говорит ваш внутренний голос. Молодцы! И когда вы сейчас это сделали, снова вспомните своё переживание и позвольте настроенному внутреннему голосу прокомментировать это событие, эту ситуацию. Заметьте разницу и знайте, что если вы будете практиковаться в этом и воспринимать свой внутренний голос как своего друга, то к вам придёт вдохновение и уверенность — вы сможете избавиться от самокритики. А если вы хотите стать настоящим знатоком того, как можно избавиться от самокритики и справиться с самоедством и самокритикой, пожалуйста, приходите на мой тренинг. Стоп самокритика. Пять самых быстрых способов избавиться от самоедства и обрести душевное спокойствие. Тренинг пройдёт в интернете в течение одного вечера. Вы можете записаться прямо сейчас на этой странице. Записывайтесь и приходите. До встречи на тренинге «Стоп самоедство». С вами была Ольга Орлова. Психологическое ателье. Спасибо.